Целую ночь в Николаеве и области звучали взрывы и сигналы воздушной тревоги. Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты Украины. Николаев массировано обстреливают. Сначала тревоги в городе раздаются взрывы, в том числе кассетные снаряды. Пока известно о нескольких пожарах в местах прилетов. Есть повреждения жилых домов от ударной волны и обломков. Александр Сенкевич, городской голова Николаева. А этот спальный район Николаева российские войска обстреляли накануне. Пострадали многоэтажные здания и дома в частном секторе города. В них повреждены кровли, выбиты оконные стекла. Кроме того, пробита труба газовой магистрали, оборваны провода линий электропередач. Неспокойно этой ночью было и в Харькове. По предварительной информации, российские войска выпустили по городу несколько ракет. Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов. Пока имеется информация о прилетах в Немышлянский район. Предварительно есть повреждения нескольких зданий. Игорь Терехов, городской голова Харькова. Пять раз открывали огонь за минувшие сутки российские оккупанты по Сумской области. Там зафиксировали более 80 прилетов. Великописаревская община, 12 прилетов из САУ, Белопольская община. Был минометный обстрел, 18 прилетов. После 17.00 артобстрел, 7 прилетов. Также после 20.00 был артобстрел, около 8 прилетов. Серединобудская община, 36 прилетов. Работала российская артиллерия. Дмитрий Живицкий, глава Сумской областной военной администрации. Тем временем на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российские оккупанты готовятся проводить так называемые референдумы. На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областях начала активно работать Кремлевская политическая партия «Единая Россия». Мы видим, что проводятся мероприятия по уточнению так называемых списков избирателей. Кроме того, они открыли участки для проведения выборов. Активно начался процесс раздачи русских паспортов. Это комплекс мероприятий, которые сейчас Россия проводит на оккупированных территориях для того, чтобы подготовить и провести референдум. Из сообщения главного управления разведки Министерства обороны Украины. «В преддверии так называемого референдума российские оккупанты усиливают фильтрационные процедуры и устраивают настоящий террор в оккупированном Херсоне», рассказывают представители местных властей. «Херсон оккупанты перерывают основательно. Гаражи, подвалы, чердаки, промышленные и коммунальные объекты. Соблюдайте максимальную осторожность и держитесь от них подальше. Орки работают по совковым методичкам, плановым методам, и им просто необходимо закрывать месячные и календарные плановые показатели по разоблаченным экстремистам, диверсантам и партизанам». Юрий Соболевский – первый заместитель председателя Херсонского областного совета. «А в оккупированном российскими войсками Мелитополе остается около 50% населения, и власти призывают людей как можно скорее эвакуироваться в более безопасные регионы. Однако сделать это сейчас непросто. Ожидая выезда из оккупированного Россией Мелитополя, в очереди стоят около 4000 человек». К сожалению, не все могут дождаться своей очереди. Уже есть подтвержденный факт того, что пятеро человек погибли, не дождавшись своей эвакуации на территории Украины. Уже с 1 августа, чтобы выехать из Мелитополя через Васильевку, украинцам нужно будет получить в оккупационной комендатуре некий пропуск. Так оккупанты пытаются усложнить выезд желающих. Иван Фёдоров, городской глава Мелитополя. «В связи с масштабными разрушениями инфраструктуры в Донецкой области, где повреждены практически все газопроводы, начать отопительный сезон не удастся. Поэтому правительство Украины вводит обязательную эвакуацию для жителей не оккупированных российскими войсками населённых пунктов». Тепла в Донецкой области в зимний период не будет. 33-я статья Кодекса о гражданской защите населения гласит о такой форме эвакуации, как обязательная. «Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их нужно эвакуировать. Нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, без света, без возможности обогреть». Ирина Верещук – вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. А в Луганской области тем временем работают партизаны. У оккупированного российскими войсками города Сватова сожгли распределительную коробку управления железной дорогой. «Подвоз железной дорогой боеприпасов для рашистов на фронт теперь затруднён. Этой ночью добрые люди уничтожили шкафчик управления железнодорожной дорогой возле оккупированного Сватова. Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами. Также от неё зависит и само питание железной дороги. Склады взлетают в воздух. Железная дорога теперь в спящем режиме. Не везёт оккупантам». Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации. А на южном направлении украинские войска уничтожили более трёх десятков российских солдат за прошедшие сутки. Две гаубицы МСТАБ, реактивную систему залпового огня «Град», два склада боеприпасов, автомобильную и бронированную технику противника. «Наша авиация нанесла шесть результативных ударов по врагу. Трижды атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Береславском районе. Трижды вертолётными парами по опорным пунктам в Херсонском и Николаевском районах». Марьяна Кречет. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.